Субтитры делал DimaTorzok Я Юрец Проваковский Почему мне кажется, что ты это делаешь из-за чувства вины? Я это делаю не из-за чувства вины, я это делаю из-за того, что я понимаю, что мне надо уйти Теннис учил тебе боксер, как это возможно? Так это возможно Как может тебе боксер учить теннис? Ну как это так, это он играл и я играл О, ребят, сегодня международный день мужчин Как вы его хотели отметить? Ребят, я хочу вас поздравить с праздником А это сегодня 23 февраля, что ли? Международный день мужчин, нет Это 23, это день защитника отечества Покажи, как, смотри, как по мужике это делал Смотри, смотри в него Здорово, блядя! Здорово, блядя! Нормально, брат! Все как зашло? Мы мужики! Мужики? Мужики сделают все! А ты мужик? Мужик! Я мужик! И я мужик! Мы мужики, у нас все нормально Дорогой зритель, если ты есть дружище, пожалуйста, по-братски помоги нам в день мужиков отметить Мы тут среди четырех дам, когда мы с Милана, да? Мы не понимаем, у нас ничего нету, никаких штук нету, ни свеч нету, шампусика нету, ничего нету Уважаемые смотрители, только для вас сейчас Макс перетанцует стул Но вы не знаете, что стул невозможно перетанцевать Я пошел, прошел по району и нашел казан Мы его отмыли, не знаю, умрем мы после этого или нет, но вроде как я его отмыл Так, Юрец, скажи, у хозяина искать не будет? Нам и так хватало с этими документами проблемы Мы вернем, мы просто поехали, и мы вернем Обычно записать шестью буквами, а затем пятью буквами Отродяг содержала восемь букв, а изредка состоит из семи букв Ой, это сложно Кто у нас филолог? Ты хороший педагог? Я математический педагог Ты математический педагог? Я, ну, математический педагог А здесь смотри, сколько цифр Смотри, сколько цифр Да, тут как раз под математик оно попадается Я педагог математического класса дошкольного, первого класса А здесь и нету дробей знаешь что ты знаешь что армяне из огня появились армяне появились я не знаю я верю потому что как тут их мангал этот построил итак значит смотрите как мы будем это все готовить значит сначала сначала мы в казань в казан наливаем масло масло казан должен подогреться масло должно раскалиться максимально максимально раскалиться что-то пошло не так еще рановато там происходит что-то странное потому что вась васич ты должен пойти разобраться на проверку я не понял без меня я так и знал одного с огнем оставлять у нас казан дырявый нельзя было закидывать боже мой уважаемые представляю вам первого армянина который не сумел сделать еду потому что все у него провалилась ну как так ну объясни ну как то и синди вот это вот как все называется это что это передача да а за пределами передачи что вот это вот подсказываю связано с реальностью это игры какие-то игры реальности в нашей студии стало горячо если вы нас смотрите мы вас приветствуем здравствуйте здравствуйте очень приятно вас видеть здравствуйте вот мой друг неожиданно появился здравствуйте давайте обсудим давайте обсудим что что происходило вчера вчера мы отмечали день мужчин был вчера день мужчин это я точно помню а потом потом был тоже день мужчин до 12 не до 12 я помню все после 12 не было дня мужчин это был другой день да конечно было вчера очень весело катя проводила все конкурсы катя была очень-очень активно я сжег казан спасибо огромное тебе за то что мы все сделали в духовке хотели не выходить чтобы сделать в духовку просто масло начало гореть потому что казан прокололся у нас и корея тоже в студии пожалуйста проходите к нам пожалуйста моменты вчерашнего дня что можете сказать почему у вас такой вид там катя что и а чё и плохо просто плохо передаю значит события дамы и господа в нашем доме и таблеток никаких нет 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 есть таблетки выпила может полегче будет таблетки но спирин хотя бы есть аспирин сейчас выпила ушел лоб горячий катюш лоб горячий ты давай-ка полежи тогда покойся ладно с вчерашнего дня так началось слушай ну кто не ожидал макс меня закружил в танцы растанцевалась и потому что вы на улицу выбежала вообще нет я выходил же на улицу сжигал казан но я выходил мы стихи читали с вас чем ребята вот тоже принесли что-то как мы можем бабки заработать это от винограда нет нет это не от винограда мне кажется нам нужно заработать денег чтобы очистить нашу воду а как мы заработать можем деньги потому что она фиолетовая серьезно? слушайте фиолетовая вода это хорошо она мне кажется в ней марганец да? да да нет марганец чем больше у нас марганец тем более здоровее серьезно? конечно да так даже виноград мыть нельзя и вообще смысла нету ладно мы это уберем чтобы нас не печалило в принципе у нас все нормально все хорошо продукты кончаются нам нужны деньги макс кто сегодня поедет скажите мы не знаем как нам заработать и что сделать макс предложение может быть промоутером? быстро давайте предложения какие-нибудь по работе слушайте а может мы будем ходить по домам и предлагать например погулять с собачкой а мы можем заходить по домам и попросить у них стакан воды пока они идут за водой быстро сумочку угонять ей водить нет давай мы не будем нарушать законы ладно не будем нарушать я подумал Вась меня поддержит нет я же сказал ты когда еще казан забирал я думал что без инцессов да и казан же вернуть надо ну я же вчера казан должен вернуть а кому ты вернул должен? я казан взял у мужиков надо вернуть а он дырявый ладно короче надо аккуратненько его подложить подкинуть просто его под дверь и все мне кажется Макс может с этой табличкой знаете такой типа ооо быстро деньги слушай Вася вчера хотел пожертвовать вообще с собой а я так до сих пор я считаю что я для этих фашистов хочу уйти да? ты хочешь душу фашистам отдать? да 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 ты считаешь что деды наши зря воевали? так смотри все проголосовали нет должен ли Василий принести себя в жертву ради Милана и остальных? нет 75% да 25% Василий тебе придется изменить свое решение потому что я не хочу потому что я хочу уйти с немцами да конечно потому что если я в Германии лучше жить я хочу уйти с немцами ну в смысле с потусторонними силами понимаете? нет я действительно я действительно этого хочу я действительно этого хочу я вам искренне об этом заявляю все кто меня смотрят я искренне заявляю потому что я хочу чтобы ребята остались и жили спокойно я жизнь пожил я искренне этого хочу уйти с потусторонними силами Вась Васич да? ты до наследства не доберешься а мне не надо уже наследства я хочу чтобы вы добрались до наследства а мы не доберемся и Сольда заберешь нет Лежий сказал что если меня заберут это не так страшно да? конечно она же говорила что вы останетесь пятером это не просто я решил там или еще как-то я хочу это благородная цель выйти из дома подожди благородная оставить свою жизнь за Милану да подожди стой смотри давай размышлять здраво ну как ты сейчас идешь против зрителей между прочим то есть они голосуют что нет получается если ты идешь против зрителей тогда подставляешь всех нас если бы ты пошел против КАЦ тогда это одно дело а сейчас ты идешь против смотрите они нам помогали столько времени они нам помогают они проголосовали а сейчас ты как бы говоришь наперекор их то есть мы же уже выяснили и уходишь с какими-то фашистами ты что делаешь что смотрители здесь самые главные они могут нам помогать поэтому ты не можешь идти против их слова ну желание мое остается таковым почему потому что потому что потому что подожди может быть тебе смотрители не могут помочь просто я объясню вот ситуацию Вась Васич очень на него давят стены и он теряет рассудок да он в паранойе он входит в паранойю у него ему кажется что какие-то непонятные веи ему кажется что призраки ему кажется что вокруг враги ему кажется что везде все враги мы здесь все на самом деле я параноик уже как бы мы не радовались я хочу отсюда чтобы потусторонние силы меня забрали отсюда раз и навсегда я не хочу оставаться здесь вот видите у него совсем паранойя ему худо мне кажется смотритель должен помочь Василию знаешь что меня бесит да почему ты только вот о себе думаешь реально вот тебе пофиг ты просто стоишь и заявляешь туда потому что у Миланы договор у Миланы договор с немцами все в порядке я не сделаю вам плохо поймите у меня у тебя вопросы мы еще раз объясняем во первых этот сон может опять не присниться и они могут не прийти это во первых а во вторых ты уже смотрители сказали нет понимаешь а во вторых это сон в третьих это просто сон конечно обычный сон ну да приснился нам общий сон дальше что это отголоски прошлого прошлого из жизни Миланы то что то что с ней было связано просто ты можешь обратиться к смотрителям и они могут тебя выпустить например съесть бургер или мороженое просто подышать воздухом развеяться разогнать свою паранойю как ты можешь уйти то на кону бабки такие как ты можешь уйти да не срать на эти бабки вот честно уже прям 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 не могу я понимаете ребят ну просто просто не могу потому что я переживаю за вас ты не отпускаешь если кого-то заберут из вас я себе этого не прощу я себе этого не прощу я многое делал плохого я хочу сделать что-то хорошее я просто хочу уйти с потусторонними силами хорошо потому что я понимаете поймите поймите меня тоже поймите меня тоже вы почему вот ты думаешь я почему сегодня до какого-то этого стал говорить какие-то вещи чтоб тебя подбодрить так скажем потому что чтоб ты меня вас ненавидела и сказала да пусть он идет я хочу чтоб вы меня все сука ненавидели здесь чтобы меня все ненавидели здесь чтоб захотели все чтобы я ушел ну это невозможно ты не можешь потому что ты ну как бы только нарваешься еще больше на провокацию а мне плевать уже уже плевать уже плевать на провокации на что-то другое на изоль дукац которая смотрит и говорит внимание за вами тотальный контроль мне плевать на это понимаете ну есть какая-то точка точка кипения когда я хочу уйти с потусторонними силами потому что ну потому что я не могу я не могу понимаете я не могу так сука нельзя так ну нельзя так с людьми Вася какие-то деды приходят какие-то что-то еще нельзя так с людьми нельзя так делать что ты боишься у тебя нормально а мне нет а мне нет нельзя так с людьми НЕЛЬЗЯ ВАСИЧ ТАМ 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 Короче хорошо Васич я тебя вот я тебя понял я вот понял что ты хочешь сказать у меня так тоже было в самом начале когда я понял что просто нельзя так я понял что меня ждет смотрит весь мир за нами и будет жопа если что-то я там переживал за свою репутацию что обо мне что-то могут подумать обо мне что-то могут сказать а потом я просто положил хрен на это потому что я понял что у меня есть вот садись сюда и я я тебе сейчас покажу и садись от хороших и плохих людей, понимаешь, там по ситуации зависит. Слушай меня, слушай, слушай, если человека что-то зацепило, он будет тебя пытаться мстить. Если ты человеку тупо не нравишься, или он тебе завидует, у каждого человека есть свои комплексы. Мы вообще живем неосознанно, понимаешь, мы даже не контролируем, мы 90% вообще не контролируем в нашей жизни. 10%! А все остальное на автомате работает. Люди не привыкли к себе разбираться, блин, идти к добру, понимаешь, отказываться от похоти, отказываться от каких-то пороков своих, не привыкли. Мы нам просто дали, мы живем эту жизнь и в себе там не ковыряемся. Ну кому-нибудь нагрубили, да и хрен с ним. Кого им в жопу послали, а человеку обидно, понимаешь? Ему просто обидно. И дело в чем, ты постоянно в жизни сталкиваешься с такими людьми, со всеми. Нас не учат любить, нас не учат правильно жить. Нам просто впаривают с детства что-то, в школе впаривают, потом в институте, потом ты должен идти работать, хреначить, хреначить, а потом в могилу и все. И там переродишься когда-нибудь, потому что кто-то в это верит, понимаешь? А есть просто обычные вещи. Не позволяй просто себя доводить. Я и не позволяю, я не хочу позволять. Не ведись, не ведись на этой провокации. Я устал позволять это делать, понимаешь? Я устал позволять, понимаешь? Я устал позволять это делать, устал. Ну у меня уже нет сил просто позволять это делать. А я играю! Играю! Понимаешь? Я, Вась Васич, я реально здоровый человек, мощный. И я знаю, что если я не отдам за вас жизнь, я себя буду в этом винить. Я себя буду в этом винить. Понимаешь, у Милана, Милана сказала, что она должна жить. Как сказала, что если не будет Милана, не будет никого. Я готов! Я готов отдать жизнь! Это будет ошибка! Это будет ошибка! Знаешь, почему? Знаешь, почему будет эта ошибка? Потому что фашисты, кого мы поработили с 1941 по 1945 год, напали на нас без предупреждения. Ты сейчас сделаешь что-то, и он еще что-нибудь потом сделает. Понимаешь? И ты всех просто сметешь. И мы вообще нихрени. И твоя жертва будет лишней. Вот и все. То есть не факт, если они тебя заберут, они могут еще и нас забрать оставить. Чего ты гонишь-то? Мы же вместе идем, вместе движемся. Тебе думаешь, что это хреново? Мне тоже хреново. Я не сплю уже три дня. Ты в курсе? Я не могу уснуть. Там есть как посмотреть, могут они? Я не сплю три дня уже. Я не могу понять почему. У меня, смотри, шары опухшие. Я не могу спать. Просто не могу. У меня мозг не выключать, потому что я думаю о всякой хрени. Понимаешь, что здесь происходит? Чего меня ждет? Чем я буду сталкиваться? Но я же не оро об этом. У меня тоже свои проблемы. У тебя проблемы такой формы. У меня в такой форме. У Леи свои. У Макса свои. Он пальцы нюхает все время. Понимаешь? У него тоже свои проблемы. Мелочный эмоциональный. Ух ты, я понимаю. Я тоже эмоциональный. Я армянин вообще. Разорвем их? Ну да. Либо мы их, либо они нас. Все понятно. Давайте будем с ними воевать. У нас закрыли в этом доме, и мы все немножечко как бы в одних стенах сидим, и уже у нас паранойя. Понимаешь? Мы здесь. Мы первый раз вышли. Правильно она говорит? Нужно выйти просто на воздух, подышать, потому что это не укладывается в голове. Милана, немцы, какие-то еще люди, якуды, что-то тут видишь, как себя отвлекают. Нужно отвлекаться, иначе мы все сойдем с ума, и до наследства не дойдем. Понимаешь? Нужно как-то... Не знаю, что-то... Расслабляться. Расслабляться. Это первое. А второе, не бери на свой счет вообще ничего, что здесь происходит. Бери только то, что тебе нужно. Люди, то, что кидаются какашками... Понимаешь? Ну, подожди. Люди кидаются дерьмом, даже если тебя делают плохо, Вась Васич. Ну, мне делают плохо. Так это они, сволочи, не ты. Ну, ты сделал тебе плохо. Ну, случилось так. Хорошо. Стоит это того, чтобы ты сейчас психовал, кричал? Понимаешь? Вот это стоит того, ты мне скажи? Вот стоит это дерьмо того или нет? Ну, подожди. Стоп. Стоит это того? Сколько тебе лет? Сколько людей тебя дерьмом кидали? Я просто не положу. Сколько людей тебя дерьмом кидали? Ты чё, всех помнишь? Ты зачем это говно в себе носишь? Знаешь... Вот, вспомни даже про солдата. Ну, вот тут зашел в говне измазанный. И чё? Чё? Чё вот он... Я его держал. Мы с Юрцом его держали. Что он этим хотел сказать, да? Ну, вот лицо у него в дерьме было. Что он хотел сказать? Что он говнофашист какой-то, или что? Что у нас будут деньги? У нас деды воевают, понимаешь? Мы спасли мир. Это тоже непонятно. Логика. А ты сейчас хочешь чё-то там ему жертвовать? Да он фашик вонючий. Да. Ты понимаешь? Нет, понимаешь? Изольда Кац нас сюда всех поместила, для того, чтобы посмотреть, как мы вообще будем здесь существовать. И мы, как семья, должны не сдаваться. Понимаешь? Это важно. Вот сейчас, смотри, у нас Катя. Катя помирает на втором этаже. Мы должны сплотиться и сделать всё для того, чтобы она выздоровела. Мы должны каждого поддерживать. Ребята, ты абсолютно права. Если кто-нибудь сегодня выйдет из дома, пожалуйста, купите какие-то лекарства Кате. Купим. Мы, кстати, говорим. Заработайте, во-первых. Да, мы заработаем. Надо подумать, как мы можем заработать и что сделать. И нужно аспирин. Ну, смотри, это всё стоит денег. Как мы можем их заработать? Вот есть 200 рублей. На 200 рублей. А если бы не хватает, понимаешь? Сейчас мы должны как-то выбраться из дома и доехать до какого-то пункта, где есть какой-то торговый центр или что-то ещё. Соответственно, нам нужно потратить деньги на дорогу. Можно ловить машины. Можно ловить попутку. Ну да. Они же могут бесплатно отвезти. Доедем. Можно сказать, что мы из игр реальности. Может, они знают что-нибудь об этом и бесплатно нас довезут. А если нет, то вот у нас есть 200 рублей доедем как-нибудь. Ну, это туда нужно доехать и обратно доехать. Ну, обратно нам по любому надо рассчитывать. Хватит людей. Можно прохожего какого-нибудь попросить, чтобы он зашёл на Headhunter и найти работу с ежедневными выплатами. А можно водителя попросить, чтобы он забил в гаджете игры реальности и вы им скажете, что вы кто-нибудь, кто поедет, что из игры реальности и что он въедет и такой, о, да я вас довезу. Хорошо. Если мы, например, доедем до какого-то пункта, как мы заработаем деньги буквально за несколько часов? Как это возможно? Кто заплатит нам за то, что мы будем делать какую-то работу? Что можно сделать? Промоутеры 6 часов стоят на улице, раздают листовки. 6 часов? А у нас то есть 6 часов? Нету. Я не знаю. У нас вообще какой-то адрес. Хороший вариант еще. Что мы еще можем делать? Листовки, промоутеры. Ну, это быстрый заработок. Можно? Ну, я не знаю. Я пойду до Кати. Вась, ты куда? Ну, пойдем. А что она там лежит посмотреть, как она там? Хорошо. Вась, я с тобой. Прикрывай его, пожалуйста, Лея, потому что он совсем уже. Окей. Итак, атмосфера в нашем доме очень сильно напряжена. Можно, знаешь, что? Устроиться на день официантом. Официантом? Ну, а как еще? Тебя никто не возьмет сразу за столом директором или куда-нибудь. Каким официантом? Ты что, издеваешься? Ну, хорошим официантом разносит. А где же вы будете работать-то? Не знаю. Мы еще сейчас думаем. Надо подумать. Держи. Держись. Держись. Суставы что-то все ломят. Может, на погоду, не знаю, магнитной бури или что-то. Вот. Видишь? Ой. Шишка. Видите? Шишка. Вот. Ну, это ногу аж сводит. Да ты что? Да, вот. Горячая. Она горячая, конечно. Вот. Катюш, слушай, давай-ка я тебе сделаю массаж медицинский. Нет, нет. Массаж сейчас здесь не нужно разогревать, мне кажется, наоборот. Да? Да. Вот. Она видишь? Она, видишь, горячее это место. Вот ногу прям до колена вот все сводит и не могу даже лежать, мне больно. Тебе надо обезболивающую взять? Мне нужно хорошее обезболивающее, конечно, это не помогает мне. Нальгин, аспирин – это все ерунда. Ой. Знаешь, что случилось? Прямо пешечки вот вздулась, не пойму. А если Максим что-нибудь... Нет, на самом деле вот я готова устроиться на какую-нибудь ферму, чтобы меня... Кстати, луповая ферма твоя. Моя идея с перепелиными яйцами меня вот как бы вообще с перепелиной фермы меня не оставляет в покое. Мне нужно устроиться на перепелиную ферму, как туда добраться. Слушай, перепелиная ферма – это капец, искать ферму, у нас нет столько времени, нам нужно сразу деньги. На самом деле нужно выходить на этих, кто держит перепелиные фермы, с ними договариваться. Представляешь, они бы нас обучали, а мы бы показывали вообще... Знаешь, куда можно устроиться? Я могу оратором быть. Оратором? Знаешь, там рекламу предлагать. Софист? Типа там что-то в рекламе. Ну как бы стоять и поставить. Нет, на самом деле я... Или, допустим, предлагать какую-нибудь продукцию. Вы знаете, что можно сделать? Можно зайти в какой-нибудь Макдональдс, но везде же есть Макдональдс. Короче, вот он, софист, да, хочет быть оратором? Короче, Макс, покажи, как ты это сделал, ораторское искусство. Ну как? Давай. Заходите, заходите, посетите наш новый магазин бижутерии и косметики, который порадует вас и вашу любимую женщину. Так, типа. Ха-ха-ха. А? Вот так покажи. Так? А вот так покажи. Да. 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 Ну люди же поток. Ну вот, и дальше смотри. Уже смотри, поток людей будет приближаться, да? Да. Да. И потихоньку они будут уже, то есть ознакомлены, они будут уже, интерес у них появится, да? Мы не сможем так ничего заработать. Да как не сможем-то? Он слышит? Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Я же тебе говорю, я могу ещё при этом вот так пританцовывать. Нет, мы всё слышим, да? Заходите, заходите. Не... Ээээ... Рядом... Слушай, туда для... Рядом наш магазин новый, посетите бижутерии и косметики. Всё для вас. Да. Может люди будет подкидывать за тайницей, может? Ну а как? Ха-ха-ха. Чё это сме... Нет, я серьёзно, люди пойду. А у тебя есть какой-то костюм? Костюм, да, надо. Маска, может, какая-нибудь есть. Слушайте, а если бы он стоял в костюме Дарт Вейдера, например, у вас такого волосы, то мне кажется, люди бы давали бы ему деньги. Ну да, он мог бы просто ходить и фоткаться с людьми. Просто от них от них. Кстати, да. Да? Костюм нужен какой-нибудь нам, и мы можем просто ходить и фоткаться по Арбату. Нет, а ты знаешь, мне кажется, он может просто приставать к людям, и они будут давать ему деньги, чтобы он от них отстал. Да. Ты можешь вставать рядом с людьми и нюхать их пальцы. Ха-ха-ха. Да нет, это... Они будут тебя отставать. Ну это неплохо, конечно. Ладно, шутка, Макс. Ладно. Но мы можем чистить область, например. Нет. Какую область? В Чикаго это закончилось уже, в 60-е и 70-е. А что мы всё можем делать? Ну реально. Блин, я не знаю. Что-то продавать, но нам нечего продавать. Короче, давайте что-нибудь сделаем. Давайте просто выйдем сейчас из дома. Нет, на самом деле... Реально, надо выбраться из дома. Да. И просто добраться до какого-нибудь места, где есть... Ну знаешь, как было круто? Вот, например, если бы у нас были бы футболки, мы бы написали на них игры реальности, и мы бы их продавали. Тем самым мы бы рекламировали то, что мы сидим в этом доме, да, как бы мы бы рассказывали о нашей идее людям. Да, всё. Крутая идея. Да, но у нас ни хера нет денег. Вообще, у нас нет денег, понимаешь? Подожди, ну может быть, смотри, какой-то смотри... У нас Катя, Катя, нам нужны лекарства. Серьёзно. Единственное, что нам надо сделать, это выбраться из дома, добраться до какого-нибудь места... Да, пункта, где есть жители, люди обычные. Подожди, смотри, если какой-то смотритель нас смотрит и видит, что мы в безвыходной ситуации, потому что с Максом я не знаю, как заработать денег. Просто нам нужны футболки, футболки с логотипом. Можно нарисовать логотип? А нас вообще кто-нибудь знает? Да никто нас не знает, в том-то и дело. Словно, она знает. Подожди, никто нас не знает. Почему, у нас нет денег? Ты хочешь, чтобы нам выслали? Может быть, кто-то нам сейчас поможет? Кто-то нас видит? Сейчас так не бывает. Единственное, к вечеру обычно, к восьми часам в печке что-то оказывается. Сейчас нам кто поможет? Нам надо сейчас выслать. Кате плохо. Понимаешь? Да, мы сейчас... Ребята, ей очень плохо. Очень плохо. Реально, слышишь? Все. Давайте просто будем выбираться. Там еще есть прям... Да, у нее рука опухла. И нога. И нога. Я видел. И нога опухла. А может, это Милана? Слушай, она с Лией часто общается. Может, это Лиз? Лией же... Помните, мы говорили о том, что она... Может, она... Она же... Может, она отсасывает энергию у нее? Отсасывает энергию? Высасывает. Какая разница? У тебя плохо с русским, да? Нет, у меня нормально с русским. Просто в чем прикол? Она же, возможно, за Изоль Дукац. Кто? Лия? Я с русским так же, как с Казаном. Я Казарус. Очень плохо с ним. Тебе подучить надо. Тебе подучить надо. Словарь Ожегова рекомендуйте. Ожегова. Ожегова. Ожегова! 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 Да! Ожегова. Словарь Ожегова, Макс. Как вы понимаете, в нашей семье каждый уникален. Поэтому я чувствую, что мы родственники. Один Ожегов, другой Казан сжигает, и третий еще что-то. Кате, надо помочь, ребята. Уникальная семья. Да, давайте соберемся как-то уже. Пожалуйста. Давайте просто выйдем и пойдем работать. Хорошо. Что значит пойдем работать? Что значит пойдем работать? Будем по входу ориентироваться. Что там есть? Что видим? Я бы только, значит, привыкла просить у мужчин помощи. Я понимаю. Ну и проси. Вот попроси. Мужчина перед тобой. Вот попроси помощи у него. У него нет денег. У меня 200 рублей есть. Так и что? Попроси у меня помощи. Я, возможно, ей помогу. Попроси у меня помощи. Вот я сижу, у меня бокал виски. Тигара. Я очень богатый человек. Попроси у меня сейчас помощь. Я сижу и выпиваю виски. Мне очень нужна твоя помощь. Так. Я вижу, что ты очень солидный и известный мужчина. Это так. И не оставишь девушку в беде. Это так. Пожалуйста, мне очень нужны твои 200 рублей. В чем? В чем ты нуждаешься, красотка? Мне очень нужны 200 рублей. Ты меня спасешь. 200 рублей? Ты будешь моим героем. Тебе нужно 200 рублей? Да. Всего лишь 200 рублей? Так. Я прошу очень мало. Пожалуйста, не оставь меня в беде. Для меня это сдел... Смотри, она действительно может это делать. Да. Мне захотелось отдать ей 200 рублей. Вот. Все, 200 рублей мои. Да. Хорошо. Давай, ну ребята, ничего. Давай 200 рублей сейчас. Ты охренела у нас последние деньги. Ну прямо сейчас надо дать. Все. Ну где? Да. Пожалуйста. 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 Я не дам тебя их. Это наши деньги единственные. Ты только что мне пообещал. Это была игра. Игра реальности. Ну что не понятно. Это была игра. Реальность. Какая игра? ну а сейчас уже все реально что ты хочешь сказать мне ну-ка давай шутеечкой какой-нибудь из шкафчика давай это игра какая какая-то игра реальности а все-таки реальности никак по-другому ладно и чё как это наши общие деньги это не его день я заработал я играл музыку васич выпил бутылку шампанского дорогого а зачем тогда я тебя прошу деньги я не понимаю потому что ты лошара ты прости меня он только что меня развел он тебя развел как вообще на что он тебя развел на 200 рублей он просто обманул меня он развел тебя и обманул а ты могла бы уже а ты могла бы уже а ты могла бы уже что там у меня я не нюхаю я да вы не доели то что ты тут я вообще уже с вами никуда не пойду да почему это игр реальности так все хватит как нам заработать деньги вы мне надоели как что это было Вот подъехал я, а за мной стоит на своих ногах, а за мной стоят рядом, они наблюдают за мной, бабло, что делаете? Приехал, неспроста, давайте, братаны, и я ухожу, вот так может заработать, ну как, приходишь так, короче, деньги отстегиваешь, совсем Слушай, Вась-Вась, мне кажется, вам вдвоём бы следовало бы поехать вот так и... А, конечно! Я приехал сюда, и сюда, и давайте мне, господа! А со мною мой друг Максон! Отстегивайте! Иначе два! А вот лес волыны нахер! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! А всё красиво танцует! Всё! А ей ничего делать не надо! Она, главное, вот с яйцами и как бы красиво танцует! Всё! Я буду просто деньги складывать в шапочку! Да, 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 да! Ты будешь банком, ты будешь общаком! Ну а что, в общак все! А ты будешь общак? А что я такое? Общак это, когда бабло воровское кладётся... Я бы не хотела! У неё самый большой банк, поэтому туда много денег может помститься и... Что вы несёте? Вы, моему, с ума осуществляете! Один какой-то вообще ку-ку, третий ку-ку! По-моему, всё отлично! Ну, я думаю, отлично! А второй? А второй! О! За нами тотальный контроль! И, кстати, очень хороший человек! Он, знаешь, он не стал скрывать правду! Он её выдал! Он её выдал! Он её выдал! Сноуден! И, 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 и! И что сделал? Да! За ним стали охотиться! Я смотрел этот фильм! Его снял кто? Ридли Скотт! Да ты просто говоришь... Ридли Скотт! Это режиссёр! Гениальнейший режиссёр! Сноуден! Ты просто... А что это за персонаж? Да как это, что это за персонаж? Это Сноуден! Это реальный человек! Это реальный человек, который не стал скрывать правду, что за нами следят! Что за нами, за всеми следят! И Сноуден открыл эту правду! Простите, насколько помню, Сноуден предатель! Он предатель! Это герой! Это герой нашего времени, дорогой мой! Да? Он не предатель? Он не предатель! Он не предатель! Он герой нашего времени! Смотри! Как у Лермонтова, да? Ну смотри, ну смотри! Вот если государство будет делать то, что не нравится тебе, твоим родителям и остальным... Ну это не туда! Ты чё, Вась Васич? Ну это во всём мире, Вась Васич, происходит! Это... Ну он не предатель ни в коем случае! Он герой нашего времени! Это лутопия! И спасибо нашей стране, что... Идеального общества никогда не будет нигде! Ни вообще ни в какой части мира! Всё вот устроено на человеческих принципах, понятиях и так далее! Да, есть законы везде, но никогда не будет такого идеального! Так, давайте решим, как нам заработать денег! Вот твой поступок, например! Вот то, что ты хочешь что-то там, это... куда-то свалить! Не куда-то свалить, а отдать жизнь за Милану и за вас! Как это поможет чему-нибудь? Ни хера не поможет! 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 Вы все останетесь пятером! Вы все останетесь пятером! И всё равно, из Ольга как ничего не сделает! Да ты заколебал! Тебе, что ли, ссыкот надать ему... Там есть куча произведений написанных, где вот обманами всё производится, понимаешь? Куча фильмов! Ты же смотрел фильмы, да! Да, короче, нам надо на работу, ребята! Нам надо выезжать! Ребята, надо выходить и идти работать, зарабатывать что-то, прокормить себя! Пока мы идём до нашего наследства, мы можем сдохнуть с голоду и из Ольга Касса этого и убьёт! Мне кажется, на это расчёт был, да? Конечно! На самом деле, мне кажется, она ещё рассчитывала, что мы в самом начале друг друга поубиваем! Мы их убили! Мне кажется, она рассчитывала, знаете, когда мы друг друга... Но мы старались! Когда бы мы друг друга убили! Когда, этот, зачитала завещание и сколько там баблишка! Вот тогда она думала, что она... Вообще, на самом деле, блин, Ольга Касса! Что мы её всё время, этот... А ты же вообще не очень хороший человек! Да, говно не трогай, но и не понимаешь! Вообще, говно не трогай! Ну, конечно, это очень странно всё, вот это проворачивание! А что ты делаешь? Я хочу пообьет! Приятного аппетита! Надо поесть, да, и пойти реально... Смотри, большую тарелку! Холодную! Ну, а что делать? Итак! Что? Что мы решили? Привет! Мы решили пойти на работу! Я тебе не отдам Васечку! Вот так мы и живём! Едим с листа! Сейчас мы пойдём зарабатывать деньги, потому что у нас нет посуды! На самом деле, нам бы нужно заработать нормально денег, чтобы купить себе посуду! Да! Хотя бы пластиковую! А, на самом деле! Кто тебе вчера прислал вилку? А-а-а, Ася! А-а-а! А-а-а! Спасибо тебе большое, что ты прислала вилку! Я сейчас с ЕЕ! Хоть ты прислала и мне, но это очень круто! Спасибо, что ты нам помогаешь! Мне кажется, Ася смотрит и безумно рада! Да! Так она может ждать тебе какое-нибудь задание! А-а-а! Конечно! Ну да, может, это задание! Так и ты тоже классный! Мы тебя не отдадим! А-а-а! У меня все упало! Ну, это не удивительно! Ты же не привыкла с таких дней! Кстати говоря, возможно, что кого-нибудь другого заберут, потому что по голосованию было... Так! Друзья! Так! Что? Что? Погнали всем! Что ты хочешь? Ты хочешь разогреть это? Подожди! Стоп! Ты это хочешь разогреть? Если ты это хочешь разогреть, то как ты это будешь делать? Надо это тогда засунуть в духовку и разогревать! Понимаешь? Потому что так ты это не сделаешь! Ты будешь есть холодным все! Холодным! Это будет все холодным! Ой, прости, пожалуйста, страшно! Мы и так идем все холодным! Нельзя разогреть! Подождите, а мы так и не определились! Нельзя разогреть! Кто из нас пойдет сегодня зарабатывать деньги? Кто это решил? Я! Я пойду! Я пойду зарабатывать деньги! Могу я пойти! Я пойду и... Могу я пойти, но я ничего не умею делать! Так никто ничего не умеет! Ты можешь наводить ужас на людей! А как? Обычно за это деньги не дают! Вот! Вот! Обычно убегают просто! В кошелек или жизнь! Подождите, а как мы поймем... Ручка золоти! Подождите, а как мы поймем, кто пойдет зарабатывать деньги сегодня? Это будет голосование? Нельзя разогреть! Нельзя разогреть! Или нет? А вот чашечка! Мы сами должны решить! Ничего! По-любому будет голосование! А! То есть сейчас люди будут голосовать, кто из нас будет? Мне кажется, да! А как? Мы можем, в принципе, все вместе пойти вообще! А! Все вместе? Катю нельзя одну оставлять! А! Да! Да! Катю одну нельзя оставлять! Угу! Давайте я с Катей остались! Угу! Мне кажется, вот в прошлый раз Зур эту песню классно пел! Да? Это да! А все повлияло взглядом! Ну знаешь, в тот раз песни были, потому что гитара была! Понимаешь? А сейчас? Только куда ты на работу можешь конкретно устроиться? Песнями же много не заработаешь! Угу! Ксю можно в салон красоты куда-нибудь отправить администраторам! Или цветочки продавать! Конечно! Или ему шаурму! Хорошо умеешь делать! Да! Слушай! Может быть действительно тебе делать шаурму! А это безопасно? Шаурму купайте! Ребят, сразу вам говорю! Я шаурму никогда не крутил! Лучше ему не доверять еду! Потому что... Ребят, если я сожгу шаурмишу, у меня таджики на вертель туда же посадят! И будет армянский просто шава-армянский! Армянский... Нет, ну Макс однозначно должен пойти! Потому что... Его можно сдать как промоутера! Ну то есть он может что-то рекламировать! Да, ему нужно одеть вот эти... Кто? Макс! Да! Не, на самом деле я действительно... Может пойти в цветочный магазин! Я очень люблю составлять композиции! Пакетные! Что такое? Флорист будешь? Да, буду флористом! А кто нам разрешит вообще вот с первой минуты что-то там... Ну ладно, попробуем! Без документов, без ничего! У нас же паспорта нет! Ну давайте просто попробуйте! Просто попробуйте! Да, если не получится, то устроим бунт на корабле! Подожди! Ну вот смотри! Как мы продадим? Смотри! Получается и мы сейчас пойдем, да? У нас нет ни паспорта, ни денег, ничего! Как мы вернемся, мне интересно! А мы как у нас остались? Мы сюда как будто находили! Людей! Люди нам всегда помогут! Люди помогут! Пешком пойдем? То есть получается нам уже скоро надо выходить! Правильно? Нам нужны эти 200 рублей! Да! Да! Ребят, нам главное дойти до какой-нибудь пункта населения, где есть люди! Просто люди, магазины, какая-нибудь хрень! Как раз вы спрашиваете, где вы находитесь? А там мы определимся! Да! Да мы все время, вот мы тогда вышли, когда на электричке ездили, мы спросили, где мы находимся! И я не запомнила, какая-то форцовая или какая-то фортовая! Фортовая! Фирменная какая-то фортовая! Фирменная какая-то! Фирменная какая-то! Фортовая! Я тебе клик понимаешь? Хотя в вашем случае пошли! Мы вышли туда и там вообще люди такие были! Никогда таких людей не видела! А какие они были? Что с ними было? Ну они были просто... Ну они были просто... Ну если бы вы их увидели, вы бы поняли! Я не знаю, как они там живут! Ты еще скажи, они похожи на вас, да? Ну они вообще... Они похожи на нас немножко? Ну они какие-то страшные! Я даже... Ничего в них страшно было спросить! Они были все какие-то скуку! Ну то есть абсолютно не радужные, ничего! У них ни макияжа, ни платьев красивые, дяди туфель! Вообще! Вообще какие-то... Какие-то некрасивые дома там стояли! Они были трехэтажные! Нет! Ни одной пальмы не было! Ни одной? Ни одной? Ни одной? Это даже не сочи! Это вообще... Это правда было гето! Куда мы попали? Может это вообще какой-то параллельный мир бомжей? Это был ад! Я серьезно говорю! Блин! Да! То есть для тебя ад таков! И когда мы хотели спросить... У них даже банкомата там нету! Кстати, да, мы спрашивали... А как они деньги обменивали? Они, наверное, вообще деньги не видели никогда! Да! А как они живут? Они живут по карточкам? За еду? По талонам? По бартеру? Они живут по бартеру! По талонам! Сейчас все равно должна пойти ты же! Тебя еще не выбрали! Так, мне кажется... Как? В смысле? Все уже решили! Да! Ну иду я, ты и Макс! Честно, я хочу, чтобы пошли Псю, ты и Макс! Я хочу! На самом деле мы с Катериной останемся! Да! Я за четким буду ходить! Поэтому нужно подкрепиться сейчас! И собираться уже! Нет, мне нужно! Подождите, а надо тепло одеться? Да! Да! На улице холодно! Ну-ка, дайте как! Посмотри, пожалуйста! Ребят, одевайтесь в тепло! А какая там температура? Сейчас скажу! Снежок! 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 Просто у нас даже нет телефона! Если бы у нас был телефон, вы могли зарегистрироваться где-нибудь? У вас нет телефонов, вам придется... Может быть, попросить у кого-нибудь телефон? Зайти на HeadHunter? У кого ты попросишь телефон? Никто тебе телефон не даст! Да не знаю! Мы всегда давали телефон! Вот я никогда не даю свой телефон! Я бы тебе не дал! Я бы тоже! Мне все давали свой телефон! Если не давали, я их била и забирала! А, ну это уже другое! Слушай! Простите, вырвалась! Вы знаете, однажды меня попросили телефон на улице, я не дала! Потому что зачем это надо? Где раз только был за всю жизнь? Как он нам попросил телефон? Да! Потому что ты не ходишь там, где телефон на улице? А где? Ну действительно какой-то сомнительный вообще человек попросил на телефон позвонить? Конечно же я не дам! А в чем сомнительность его была? Ну... Он был без обуви? Он просто был на лицо сомнительный! Он был одногладый! У него не было ушей! У него попугачики! Ему нужен телефон был! Ему крысы съели нос! Да! Вы что, его знаете? Это ваш друг? Нет, кстати говоря, я реально видела человека, у которого нет носа! Крысы съели нос? Крысы съели нос! Как могли крысы съесть нос? Крысу ночевал где-то там в подвале, и ему крысы съели нос! Что?! Где ты жила до этого? Это Омск, детка! Ты что жила? На теплотрассе? Нет, просто Омск, там теплотрасса, весь город идет! Короче, ребят, на самом деле, если вы собрались, то нужно как бы делать все правильно! Это как? Это привезти бабла! Лавэки! Мани! Денежки! Ну, Вась-Вась, ты меня знаешь, мы не потеряемся! Хотя бы, как минимум, бутылка шампанского! Хотя бы шампусик! А что нам даст этот шампусик? Дурман в голове и хорошее настроение! А мне даст приятнейшее настроение! Хорошо, Вась-Вась! А где Макс? Мне кажется, Макс не хочет работать! Он не хочет? Он убежал! Ха-ха! Прикольно! Нет, мне кажется, он собирается просто, а мы с тобой тут едим картошку! Пошли собираться! Пойдем! Короче, мы валим, ребят! Давайте, ребят! А что вы будете делать? Мы будем ждать вас и обсуждать, куда вы можете устроиться! Интересно, а мы когда-нибудь заходим все вместе выйти? На самом деле вкусный картофель, несмотря на то, что он холодный! А кто придумал картофель? Да! Ирина Петрова! Ирина Петрова, спасибо тебе большое за то, что ты не оставляешь нас в беде! Ирина Петрова! Классно, что каждый может нам что-нибудь отправить! Видите? Просто люди мне, мне кажется, не верят, не доверяют и не хотят помогать! Я бы не читала! Ты бы не читала! Ты бы не читала! Не знаю! А я бы себе отправила что-нибудь! Серьезно? Конечно! А почему нет? А ты, чтобы мне не отправила ничего? Ирина Петрова, добрая сестра! Дамы и господа! Все, пора выходить! Справедливая, да? А сейчас я пойду зарабатывать деньги для тебя! Для кого? Для Изольды? Для Ли! А, для Ли надо деньги! Для Кати заработай денег, чтобы купить лекарства! Я съела так много картофеля! Картофан! Вообще, блюдо на второй день осталось! Чудо-блюдо после мужского праздника! Катюш, ты как? Мы пошли зарабатывать деньги! Короче, я считаю, что Ксю, Юрец и Макс сегодня должны выехать! Да! Ну, мне так кажется! Ты согласна? Да! Я еще не знаю! Они должны выехать! И они должны сейчас собираться! Да мы же решили уже сто тысяч раз, ребята! Да, конечно! Мы все одеваемся уже! Все я уже одевался! Все решили! Я пошел умываться и одеваюсь! Мне бы носки! Угу! Угу! Да! Здесь носки! А зачем он это сказал? Лина! Лид, прошу! Да-да-да! Ли-я! 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 А можно взять твои носки? Мои носки? Да. Мне нужны носочки. Можно у тебя взять? Когда я возьму? Ну все, в общем, берегите Катю, потому что ей что-то очень плохо. Уважаемые смотрители, если... Как если? Они же могут нам помочь. Они могут прислать лекарства. Да. Уважаемый Антон Планченко или еще поклонники Кати, ей очень плохо. Пожалуйста, поддержите ее. Как-то, не знаю как. Ну да, я... Они могут и прогонсовать, и что-то прислать. Антон Планченко, тот, кто видит Катю, что-нибудь сегодня пришли, какие-нибудь лекарства. Аспирин, обезболивающие, еще что-то. Надо Катюшке помочь. Да, и на самом деле, мы же герои, вы можете с нами играть. Вы можете выбирать такие задания, покупки, все, все, что угодно. Даже одежду. Да. Это же круто, получается. Да. Что? Прости. Поэтому играйте. Вот. Все. Я одеваюсь. Все, господа, смотрите. Я одеваюсь, и укрю носки, потому что у меня даже нет носков. И ухожу. Лев, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Мне кажется, что ребята сегодня идут не с пустыми руками. Я сегодня буду, возможно, промоутером. Блин, шар в костром провалил. Ладно, надеюсь, это не собьется. Буду стоять, короче. Моих клиентов. Зазывать, короче, народ буду. Так. Еще пританцовывать, короче. Вот. Все не буду. Вот у тебя флайеры в руке. Покажи, как ты это будешь делать. Вот, вот, вот так буду. Стоять. Вот ты стоишь. Я просто человек, который идет. Как ты это будешь делать? Давай, заинтересуй меня. Я иду такой. У меня проблемы. У меня хочется уйти. Вот у меня проблемы. Как ты это будешь делать? Давай, все, пошли. Я такой иду. О, ни фига себе клево. Так буду делать. Слушай, ну это неплохо. Ну, неплохо. Нет, это очень круто. Это неплохо. Ну, а теперь смотри. Я сейчас абсолютно... Вот представь, что я... Ну, я не знаю. Ну, давай самое бредовое. Представь, что я темный бурят. Да? Вот я иду. Мне абсолютно на все плевать. Вот я все иду. У меня работа и все. Вот я иду. Так, все. Как ты меня заставишь взять фаер? Итак. Я одеваюсь. Этого мало, Макс. Этого мало. Давай еще. Нет, это тоже мало. Давай бомби мне. Да покажи мне действие. Ну-ка. Ну, если ты идешь полностью, не останавливаешься. Ты знаешь, ты должен за мной бежать. Ты должен заставить меня взять фаер? Я тебе в карман заставлю. Ловкать. А как, конечно. Или в там какой-нибудь башлык. Молодец. Молодец. А почему ты не одеваешься? Сейчас уберем, что не одеваться. Голову собраться под паясицы, да? Как ты думаешь, его возьмут промоутером? Не знаю, возьмут или не возьмут. Я взяла. Ну нет, промоутером-то его возьмут. А вот дадут ли ему денег? А, ну да. Это другой вопрос. Ну, я думаю, юрец проследит за тем, чтобы ему дадут. Я надеюсь, что юрец проследит, чтобы ему деньги отдали. Ну, тут тоже интересно, куда юрец устроится. Если они все промоутеры устроятся. Очень интересно. Это вот дома. Куда у него есть флага. Это хорошо. А если не все? Ты же понимаешь, что, допустим, ну, Макс промоутером. Ксю, куда может пойти Ксю без документов? Без ничего. Куда она может пойти? Единственное, куда она может пойти, это представлять какой-нибудь салон красоты на выходе. Я хрен знаю, как. Ну, это бред. Не знаю, она может пойти куда-нибудь продавцом без документов. Продавцом без документов? Ну, работают же люди без документов. Ну, ты представляешь, Ксю, которая будет работать продавцом. У нее берет молоко или кефир. 3,2 жирности. И вот она, что? Вы берете 3,2 жирности? Нет. Только 1%. А лучше вообще обезжиренный. А покупатель говорит, слушай, продавщица, дай мне просто кефир, который я прошу. А она такая, нет, что вы, надо бороться за пищевод. Угу, дайте булку хлеба. Нет. Да, там 66-70 тысяч калорий. Вы с ума сошли? Какая булка хлеба? Давайте я вам дам хлебцы. Или еще что-нибудь. Масло? Не надо брать масло. Не надо брать масло. Возьмите... Кастрюлю. Конечно, возьмите воздух. Питайтесь воздухом. Ну ладно, не в продуктовые, а куда-нибудь мужскую парфюмерию. Во! Мужская парфюмерия. А эти где? Мужская парфюмерия. Слушай. А она там реально может заработать бабла. Угу. Так. Мужская парфюмерия. А куда бы ты мог устроиться? Нет. Она дала мне советы, как надо себя вести. Она мне сказала, зачем нужно прийти на работу и сказать, что я надежный сотрудник. У меня нет детей. У меня нет привычек. У меня высшее образование. Ну да, мне сказали. Правильно? Да. Ну, это правильно, да. Ну, а точно ли это прийти? Конечно. А зачем? Можно уже брать? А, да. Можно брать. Или нельзя? Смотри. Спасибо, Господи, что ты его пройдешь. А нельзя? Ты знаешь, что... Смотрите, ребят, вот представьте, такая штука, вот такая штука. И вот бомбончик. И он делается вот так. И вот вы без него. Без бомбончика? Без бомбончика? Без бомбончика. А с чем мы? Нет, хорошо. А что, его надеть надо бомбончик? Да, потому что, когда вы что-то вещаете, как бы не очень хорошо. А, ты-то уже скинь? Да! А, так, алло, алло. Так мы пошли же уже. Все, нам, нам, что, нам... Как, как, как нам это сделать? Чего понять? Как, как, как? Ну, я не знаю. Пошли, не пошли. Ну, вы же здесь. Все. Так мы одеты. Мы уходим. Пока. И хорошее. А ты кем будешь устраиваться? Дамы и господа, сегодня мы пойдем зарабатывать бабки. Я думаю, это будет круто. Это будет крутоцкий момент, и там разные, и вас еще, если будут эти моменты, понял, я тебе сразу расскажу, брата. Вообще делай красиво! Обещаю, будет круто. Так. Ух. А кем юрец будет устраиваться? И хорошее. Чего молчите, рыбки? Кем ты будешь устраиваться? Я не знаю. Ну, может быть... Кем, 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 кем? Я... Кем ты будешь устраиваться? Я буду кем-то, кем-то принесет деньги. Кто это? Это будет кто-то. Кто этот человек? Это будет танцор диско. Отличный план, братан! На улице. И смотри, что происходит с парнем на холоде. Опа! Стрептизер на улице. Да. О! Юрец, ему холодно. А если его полить, он вырастет? Да. Максон, ты готов? Да. Мы направляемся на заработки. Конечно. Мы хотим набрать до своего наследства. Поэтому мы идем его... Чтобы, короче, окупать его. Нет, серьезно. Кем ты будешь устраиваться? Не умеешь водить машину? Ты есть права. Да, умею водить машину. Да, у них права. Со скольки лет ты водишь машину? Со скольки? С 14-17 лета. Серьезно? Да. Красавелла. То есть, ты хорошо, получается, водишь машину? Да, я хорошо водил машину. Ты даже можешь устраивать, типа, гонок? Да. У меня устраивал гонки в горне. Устраивал гонки? Да, драг. Прямой только. Ну да, да, да. Драгрейсинг, я знаю. А насколько это было законно? Ну, это вообще незаконно. В принципе, незаконно. Да, давайте погромче в камеру это говорите. То есть, ты вот такой смелый. Ты хочешь сказать, что ты нарушал закон? Ты юрист. Я поэтому юрист. Это лучшая антиреклама, которую я видела. Просто браво. В России, в любой деревне, в любом маленьком городе, кто не водит машину, возьмись. Я с тобой согласен, но ты проводил нелегальные гонки. Так это не нелегальные гонки. Я с другом договорился, давай гонять. Все. Вот такие гонки. Они... Во, дамы и господа, сегодня в Сочи. Супер гонки против закона. Я не хочу платить налоги. Нет, такого не было. Точно? Точно. А может, тебя батя просто прикрывал? Он тебе же вроде как полицейский. Батя меня наказывал как следует за всю фигуру. Представляешь, чудо монтажа. И оставить только вот эту часть, где ты такой... Я не хочу платить налоги. Я лучший юрист. Выискивать и выдирать из контекста. Ле, ну что у тебя... Потому что существует чудо монтажа. Я люблю прикопаться к законам РФ. И я знаю, понимаешь? Последние годы ты прикопался как следует к ним. Четыре с половиной. Простите. Простите, реверанс. Не ожидал. Забылся. Дурак был. Аккуратно, Юра. Аккуратно с этим. Ты же знаешь меня. Я Вась Васич. По тонкому льду ходишь. Ступая по тонкому льду, выбирай дорогу. Иди след в след. Не нарушай... Товарищи, на зарядку. Красиво. Что ты в очках пойдешь? Да. Я не кукумбар. У меня щеленька не кукумбар. Так застегни ее. Не нужно, чтобы кто-то видел что-то лишнее. Да, вдруг ты парень. Так, ребята. Короче, все, валите отсюда. Ввалите. Все, хватит. Идите, работайте. Валить? Нет, без проезда. Ты сказал, что деньги, Ваше. Ладно, ладно, берите, берите. Только валите отсюда. Все. Все валите, я сказал. Мы все деньги забираем. Не надо меня бесить. Валите. Мы все деньги забираем. Вот вместо того, чтобы деньги заработать, вы из дома выносите. Принесете больше, понятно? Сегодня принесете больше. Мы постараемся. Что мы не обещаем? Минимум в два раза. Вася, Вася. Дай потрогаю. Она что, настоящая? Да. Потому что домашний капитал. Нужно умножать. Как будто накупили. Все понятно. Ты семейный человек, ты разбираешься. Макс. Подождите, а может возьмем нож? Ты с ума сошла? Все, валите, валите отсюда. Поехали. Макс! Мне солнце светит. Быстро пошел отсюда. Заработай денег, я сказал. Макс, не причина, а нас. Да, ребят. Да, идите, заработайте денег. А у нас тут так и должно быть, да. Я, наверное, я не знаю. Так и живем. Пошли, ребята, да? Да. Катюш, ты иди, моя хорошая, сюда. Иди сюда. Иди сюда, моя сладкая. Хочешь пообедать? Все ребята пообедали. Нет, нет, не хочу. Аппетита нет, ребята. Я вот думаю. Я хочу тоже пойти на работу, понимаешь? Кем я могу пойти? Ребят, я знаете, у меня очень хороший контакт с детьми. С детьми. Я бы пошла бы няней. Могла бы. Да, в частное что-то. Все. Ай, спустя не буду я. Все, я тебя больше не собираюсь. Картошечку съела, поддержала организм. Так вот. Кем можно пойти работать? Я вот могу пойти няней, наверное. У меня очень хорошие... Дети меня любят. У меня очень хороший контакт с детьми. Как ты думаешь, Лея, вот няне меня могут же взять? Я думаю, могут. Но сейчас, пока ты не выздоровеешь, я думаю, тебе никто... Мне сейчас станет лучше. Сейчас, если ребята таблеточки заработают, куплю привезут, и мне полегчает. Конечно, не переживай. С тобой все будет в порядке. Еще можно, я могу работать. У меня есть водитель удостоверение. Я могу работать. Катюш, водилы пока постепени. Потому что нужно себя привести в порядок. В смысле здоровья. Да. Водила нельзя за себе работать. Потом, что еще мы можем? Мы можем пойти дрова поколоть местным, нет? Я могу. Я, кстати, ходил. Вот я все трясаю, пока вы все спали. Я выходил. Да. Что еще можно, ребят? Что еще? Можно помогать. Кстати, можно помогать пенсионерам, бабушкам. Слушай, а как тебе идея не мыть посуду? Да, да. Закрывай. Да? Да. Отличная идея не мыть посуду. Пока. Смотрите, ребят, можно же помогать старым бабушкам, одиноким пенсионерам помогать. Привозить продукты. Продукты. Убраться, прибраться. Слушай, да. По душам поговорить. Очень бывает у них в старости как бы хочется внимания всем. Они как маленькие дети, понимаете? Угу. Пенсионеры. Им хочется внимания. Можно и с ними поговорить по душам. Согласен. Очень хорошая идея. И прибраться, и убраться можно, и прям покушать, приготовить. И за лекарствами теми же сходить в аптеку. Да. Я умею колоть уколы. Я могу и, кстати, медсестру даже подрабатывать. Ну, не медсестрой, а вот уколчики колоть на дому. Слушай, так это очень хорошая тема. Да. На самом деле, пенсионерам укол... Ну, что-то ты выглядишь не очень. Да, сейчас немножко слабость просто. Нет, ну, надо что-то делать, ребят. Сидеть не могу, все равно сложа руки. Помогла немножечко таблетка. Интересно, ребята, что же там они сегодня найдут, придумают. Они забрали 200 рублей, которые у нас были. В принципе, Юрия... И сегодня они должны привезти как минимум 400. Как минимум. А лучше 800. Ты согласна? Конечно, ребят. Вообще, знаете, что я хочу сказать? Всегда хорошие места, все заняты. На хорошую работу, денежную стройку нужно только по блату или у кого хорошие мозги. Ну, это да. Ну, это да. Слушай, я бы тебе не советовал вообще пользоваться этой грязной водой. Но она там реально грязная. Пожалуйста, не пользуйся. Лия, этой водой. Тебе это понятно? Молодец. Ой-ой-ой. А вы зарядку-то делали с утра? Да, да, сделали. Сделали, да? Сделали. Ну, по-моему, моя зарядка личная. Значит так. Представьте, что вы... Что вы... Так. Знатоки игры что, где, когда. Мне вчера понравилось, когда мы были фантастической шестеркой. Значит, у вас, у вас вопрос, который сейчас задам вам я. Я буду и участником, и ведущим. Офигеть. И ответ буду знать я. Это как, Вася? Интересно. Ты же нас так выгодишь. Ты будешь знать ответ. А ты сейчас ставишь ставку какую-нибудь? Давайте. Допустим, поцелуй для, не знаю, для Антона Панченко. Ну, кто-то привязался к нему. У меня что, один поклонник Антона Панченко? У меня весь мир смотрит. Ну, да, согласен. У меня целый мир поклонников. Согласен. Тогда... Сейчас я всем поцелую, сейчас начну раздавать всем своим поклонникам. Тут полдня уйдет сегодня. Хорошо. Давайте тогда смотрите. Лия, Лия поставит то, что она почистит 12 морковок. У нас есть 12 морковок? У нас есть 12 морковок. Если не ответят на вопрос. Ты поставишь на то, что ты... 5 морковок. 8. Давай, не тебе, не мне. Ладно, не в морковках делай. 8. Не тебе, не мне. 8 морковок почистишь? 5. Так, не в морковках суть. Давай вопрос. Ставки делаем. Ставки делаем, господа. Что мне сделать? Вася, я тебя поцелую в щечку. Не-не-не-не. У меня жена. Я люблю твою жену. Давай без поцелу. Мы родственники. И что? Я знаю. Я знаю. А вдруг она смотрит, не дай бог. Что ж, на к родственнице будет ревновать? Так, ладно. Моя ставка. Я частушку спою. Давайте, Вася, вопрос. Частушку споешь? Да. Окей. Итак, внимание, вопрос. Давай. 10 человек попали в дом. 10 человек сидят в нем. 10 человек не знают, когда уйдут. 10 человек, один или двое из них умрут. Кто умрет первым? Серьезно? Да. Один из человеков. То есть, твой ответ один из человеков. Я поняла, Вася, подожди. Я поняла, что это 10 негритят, но я просто не помню, кто первый из них умрёт. Твой ответ какой? 10 негритят. То есть, твой ответ 10 негритят. Да? Один из 10 умрёт первый. Один из 10 умрёт первый. Да. Ты молодец. Первый умрёт первый. Итак. Ай-яй-яй. Нет, Катюш, ты абсолютно права. Первый умрёт первый. То есть, кто умрёт первый? Тот, кто умрёт. Этот талантливый поэт написал более 500 произведений. Зачастую исполнявшихся под музыку. Тексты их до нас не дошли. Известно лишь несколько срочек. Поклонники его творчества прибавляли к его имени уважительный эпитет. Недруги считали преступлением знакомство с его творчеством. Судьба поэта сложилась трагически. Он подвергся гонениям, спился и вынужден был покинуть родину. Назовите его имя. Кто это был, ребят? Сложно что-то. Гонение. То есть, мы его не изучаем по литературе, да? Если он... Ну, может быть... Более 500 произведений. Ребят, посмотрите. Это значит... Это значит, тексты до нас не дошли, значит, соответственно, мы их не изучаем. Это не классика. Правильно? Известно лишь несколько строчек. То есть, это какой-то неизвестный поэт. Вот это странно. Поклонники его творчества прибавляли к его имени уважительный эпитет. То есть, получается, победоносный кто-то или талантливый кто-то. Кто у нас есть с именем талантливый кто-то? Недруги считали преступлением знакомство с его творчеством. Недруги считали преступлением знакомство с его творчеством. В то время кто там был? какое время здесь непонятно какое время мне кажется это макиявелли у кого-нибудь есть гугл да где у меня нет я просто где мой карманный оракул может я там хоть вторую сломаю телефон и там есть гугл написал более 500 произведений исполнявшихся под музыку под юбочки второй телефон а ну-ка набери в гугли давай 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 нет да ладно шучу ну шучу ну все ну и вижу что не парируешь все шучу ну просто взбесила мне ситуация это как это зачастую исполнявшихся под музыку но тексты до нас не дошли известно лишь несколько строчек но смотри макиявелли вообще писал тексты свои в бочке более 500 произведений гомер может быть это гомер да нет да от него много чего дошло там не несколько строчек ну да или ада дошло и все и согласен согласен и родину макиявелли здравствуйте у вас волшебные ручки дайте мне пожалуйста свои волшебные ручки милан очка прислоните мне к моей коленочки ваши ручки просто всегда помогают они волшебные мне очень болит нога здесь вот стали шишки взболись можно вот так подержаться мне так легче спасибо а вот видите нам еще пришло задание которое нужно отгадать у нас пока не получается что-нибудь известно я не спился сложное задание просто очень какое-то да не слишком я не знаю поэтов я только знаю что я изучала в школе по литературе скажите больше не добавить астроном галилео галилеи он мог быть поэтом нет он был астрономом просто я знаю что его он спился он был подвергнут гонению или что ты про него знаешь а кто у нас гонением кто покинул родину покидать никто не мог потому что там при принципе было очень сложно как же как же он кто же это мог быть это подсказка кто написал может быть это что трудно быть богом ну трудно да это трудно это трудно из библии нет я сам может быть кто-то из библии не может быть такого это последний фильм одного режиссера российского я знаю про кого там снимался ермольник я не смотрел этот фильм я о нем знаю и но я не решился смотреть фильм потому что он очень жесткий его мало но все знают что он долго снимался на протяжении 12 лет до на протяжении 12 лет снимался фильм и это последний фильм одного известного режиссера а про кого про кого про бога там есть народ народ и туда попал он был вроде как инопланетянин или не инопланетянин и он как бы считался для этого народа богом и он не вмешивался какое-то время но потом он понял что надо вмешаться и пожалел об этом он пожалел о том что вмешался потому что он посчитал что если мешается он сделает лучше а когда он вмешался он понял что он сделал только хуже поэтому трудно быть богом понимаете а кто снял этот фильм никогда не смотрел некуда на стройке 100 стройка с объектов не вылазила какие фильмы книжку некогда было прочитать этот фильм снял господи на м его фамилия режиссера либо на сейчас господи как же же фамилия этого режиссера это последнюю готов ли василий отжаться от пола 20 раз за сказку васич ну давай конечно готов но подсказочку давай что вы со мной делаете уважаемые смотрители вот что вы со мной а может быть это из да нет ну пожалуйста ну пожалуйста ну интересно давай давай хороший я в тебе никогда вообще не сомневалась ты никогда не подвезешь молодец итак поехали ты никогда не подведешь я поняла уже с тобой хоть разведку ходить можно так сердце-сердце давай подсказку господи сейчас га 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 я отжался дайте дайте подсказку васич молодец сценарий к фильму трудно быть богом был написан под впечатлением работ этого поэта и певца ну летишки каверишки я мне кажется знаю кто это кто я сказала что мне кажется говори если знаешь нет я подоговори ну говори все версии вслух про что там у тебя было дело это высоцкий ну потому что ты как я нормально я нормально я нормально я сразу говорю я пас в этих делах ребят сейчас подождите дайте мне время сейчас я сейчас я вспомню имею этого режиссера фамилию что случилось я не помню но это высоцкий ты думал или нет это может быть окут джава может быть окут джава не может быть это я не знаю ну кто кто у нас может быть это цой нет ты что точно не цой не цой не укут джава мы готовы сделать что-нибудь еще за подсказку как лист вяще падает на душу уходит море наши корабли нам утешением будет солнце блик и сеть закон и как его нарушить спасаясь от кинжала и петли измучены безмолвием и сушью мы покидаем эту злую сушу навеки без прощания без молитв я пас но это точно не брюсов давайте что-нибудь еще очевидно и скажем это точно не не маяковский это точно не есенин определенно говорить хоть что-то так какие у тебя есть предположение падает на душу уходит в море наши корабли нам утешением будет солнце блик и ваще нет вариантов тебя даже был близок вот откуда ты знаешь что я чувствую ты у тебя очень талант к этому делу понимаешь спасаясь от кинжала и читал слушает на работу мы покидаем сушу не у суляк этот режиссер я не знаю вас еще я вообще не знаю но в любом случае а это строчки откуда вот эти строчки подожди подожди кто из реальных из реальных прям таких мастеров российского кино у нас общим может быть потому что братья стругацкие по сути отдали этому режиссеру сценарий для фильма значит они должны были впечатлиться потому что трудно быть богом будет уже больше 40 лет мы пытаемся ее разгадать так о чем же пел он вероятно о том о чем всегда поют настоящий поэты о любви и смерти о жизни о нас земля земляных и арканарцах о нашей жизни о том что быстротечно и трепетно она как осенний листок и не стоит разменивать ее на пустяки и в тушенка нет но и не в тушенку много стихов до нас дошло ну да так кого кого еще из гнали из советского союза поганой метлой кого кого еще могли потому что почему кто кто кого еще из советского союза гнали поганой метлой кто это мог быть значит евтушенко потом гнали гнали этого на поезде в девяносто четвертом году приехал кто это был который написал гулаг нет не знаю подожди это может быть он девушек четвертом году умер кто луганский какой луганский что вы смеетесь кто не ошибается мы нервничаем переживай значит кто это может быть скорее всего это может быть это времена сталина он всех гнал и там она описана всех поэтов и там много хотели убежать гнали 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 потому что там было написано что его из страны гнали странно понимаете и но это нет хороших не но не из страны их в ссылку отправили в ссылку да сталин не любил когда наши ездили за границу вообще-то туда скрывались да поэтому все на север может это действительно был высоцкий и о любви так давайте что-нибудь отвечать давайте высоцкий ответим на высоцкий нет но его и не гнали его запрещали но его не гнали ну так что же его ты вчера говорил что вопросы легкие тебе вот тебе серьезный сложный вопрос потому что не надо говорить здесь слух ничего такие вещи вот теперь отвечает ли я и вопросы сложный вопрос бери отвечай а почему я потому что мы не ругай мы так решили я предлагаю ответить кому-нибудь другому потому что я не знаю если бы я знала я бы ответил я не буду отвечать на то что я не знаю я же не дурачок мы мы велико даже когда милана здесь нас четверо великая четверка отвечай отвечай за базар сестренка за какой базар я знаю я бы ответил на я же не знаю ответ зачем какой правильный ответ Лея какой правильный ответ я не знаю какой правильный ответ так давайте наш правильный ответ только смысл вилами по воде возюкать я не знаю что ответит давай же что нибудь смотри тарам пам пам я отвечу отвечу что ответить что отвечай что кого Высоцкий его не отправляли за границу итак наш ответ Высоцкий Высоцкий наш ответ почему Вася сейчас продолжит ты охренела что ли ты охренела да я понимаю что ты больная нет это цурен правдивый был о я даже не знала что это мы даже такого не знаем ребят да это очень стыдно за это но мы не знаем я не знаю кто это это правда я все время на объектах провела книжек не читала как бы стыдновато да цурен правдивый значит это армянин получается не знал это то это то да в